Медиагруппа Авангард представляет Норма информировать о любом инциденте компьютерном госсопку И есть поименован центральный банк в федеральном законе для кредитно-финансовой сферы Здесь понятное дело, что мы тоже не могли остаться в стороне И для наших поднадзорных были вырублены определенные требования по информированию регулятора своего На сегодняшний день мы тоже постарались привести к определенному порядку Сами поднадзорные организации и для крупных и значимых организаций Информирование составляет в течение трех часов Хотя, да, если сделать ссылку на федеральный закон, то написано незамедлительно Ну вот мы посчитали, что три часа это будет как раз то время, за которое можно собрать информацию об инциденте В читаемом виде предоставить ее к нам в Банк России, в Финсерты И где мы успеем провести анализ и максимально быстро отреагировать на предупреждение по всей кредитно-финансовой сфере И для остальных участников кредитно-финансовой сферы это в течение 24 часов Возможно, эти цифры покажутся, может быть, неэффективны или наоборот слишком строгими Но пока ситуация такова и мы на обратной связи надеемся на мнение и аргументы со стороны организации кредитно-финансовой сферы Понятное дело, что недостаточно одного информирования Нам для этого нужно еще определить, в какой форме нужно информировать И вот в этой связи была определена большая работа Не только у нас, мы и с госсопкой очень те сотрудничали по выводке форматов взаимодействия Для чего это нужно было сделать? Для того, чтобы информация была структурирована, понятна для тех, кто ее подготавливает И тот, кто ее получает на анализ И, соответственно, когда нам стало уже понятно, какой будет формат, мы решили процесс автоматизировать На сегодняшний день у нас уже запущена в первую очередь система обработки инцидентов Которая собирает в автоматическом режиме всю информацию с подназорных организаций Делает анализ, параллельно направляя информацию в госсопка к соответствующему законодательству У нас был вариант для организации кредитно-финансовой сферы пойти двумя путями У нас было подготовлено письмо по всем подназорным организациям, где они должны были выбрать свой путь информирования госсопки Либо напрямую в госсопку, но при этом обязательно в Банк России Либо в госсопку, используя инфраструктуру центрального банка Мы собрали всю эту информацию, она также поступила и в госсопку Из-за этого были составлены профили в двух системах В системе Финцерт Банка России и в системе госсопки Информирование происходит в автоматическом режиме Резервным каналом является электронная почта Классика жанра теперь уже, наверное, я так понимаю Форматы, которые выбраны были для этого, они максимально синхронизированы с форматами госсопки Поэтому проблем больших не возникает при передаче сообщений регулятору Единственное, что скажу, мы заметили при работе с форматами Некие, скажем так, сложности, которые мы решим путем добавления Либо переконфигурации обязательных полей к заполнению Потому что качество информации начинает постоянно повышаться Это требует определенных механизмов обработки внутри За счет этого мы выдаем более качественную информацию участникам функционного обмена Плюс и аналитика, если вы заметите, все отчеты, которые мы публикуем Они постоянно становятся шире, очень много разрезов предоставляемой информации Это все, опять же, зависит от того качества информации, которую вы поставляете Что позволяет нам обеспечить формат и, собственно, обработку системы Есть еще одно направление к финансовой сфере Это 167-й федеральный закон, который обязывает поднадзорную банку России Организации информировать Банк России об операциях без согласия клиента О любых Здесь это наш, скажем так, отраслевой нюанс, ноу-хау Они также связаны, могут быть, эти операции без согласия Как и с инцидентами компьютера, ну так и с последним фокусом Который у нас появился в социальной инженерии Здесь также присутствуют форматы обмена, сроки, аналитика и рассылка аналитической информации Для того, чтобы организации могли ее использовать в рамках своих рисковых систем И в системах безопасности В дальнейшем мы планируем ряд еще нормативных документов выпустить по этому поводу Я предполагаю, либо изменить предыдущие Для того, чтобы мы могли уже, наверное, сокращать время информирования и реагирования на инциденты И составлять более качественные, наверное, и расширенные аналитические данные Для того, чтобы организации могли использовать в своих системах Вкратце выглядит так Вся информация для тех, кто не знаком с работой центра Она опубликована на сайте Банка России В разделе FinCert и только там, повторюсь Других ресурсов у нас нет официальных Там есть отчеты, цифры, все нормативные требования Инструкции по подключению к системе Поэтому ознакомьтесь, возможно, что-то будет полезным